Ребята, сдаем телефоны. В седьмом В-классе сборы мобильных телефонов во время уроков практикуют уже два года. Класс-руководитель детей Рамзия Елена на одном из родительских собраний предлагает мамам и папам такой вариант. Перед первым уроком все дети кладут свои смартфоны в специальную коробку и могут получить их только после всех предметов. Родители сделали такую коробочку уже в пятом классе. И вот каждый год, сейчас ребята учатся в седьмом классе, каждый день мы собираем вот так телефоны. Нововведение ученикам изначально пусть и не понравилось, но спустя некоторое время они тоже начали замечать и в этом положительные стороны. Все начали писать сами, уже не списывая, показывая свои знания и как-то влияет на оценки тоже. Иногда как положительные моменты, можно в интернете дополнительные справки, факты новые найти. Минус в том, что частенько в ютубе сидим. А это уже начальность звеной Зинфира Вагизова, учитель с многолетним стажем. Для нее, как и для всех учителей, важно, чтобы ребенок усвоил тему урока без каких-либо посторонних вмешательств. Особенно без сотовых телефонов. А в качестве связующего звена с родителями выступает она сама. Ко мне они звонят или пишут в WhatsApp. Я уже, конечно, реагирую. Потому что бывают случаи, когда кому-то нужно в больницу, кого-то нужно пораньше отпустить. Бывают такие случаи. Ну вот в школу надо брать телефон, чтобы позвонить, допустим, маме. Если тебе плохо стало, либо надо учителю сказать, либо позвонить сам. Допустим, можно я выйду, маме позвоню. Ну или, допустим, если плохо станет. Закон о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках не означает, что перед занятиями учителя поголовно отбирают мобильники, отмечают педагоги. Детали применения запрета будут решать на родительских собраниях, которые уже начались. Гулина Гельмолина, Алмаз Камалеев, Ильзан Ургалеева. Новости Татарстана.